значит тогда сразу к делу какие вообще способы получить встроить визуализации чарты дэшборды и другую информацию из по выбираю в другое приложение либо веб-сайт есть три способа это сделать первый способ это пабли что веб то есть самый простой способ когда мы просто берем созданный дэшборд либо чарт генерируем под него соответствующую ссылку шарим ссылку и человек может видеть и работать с этой визуализацией второй способ я сейчас просто детально по ним пройду второй способ это с помощью REST API которые существуют у Power BI и третий способ это Power BI и там соответственно своя специфика я расскажу о каждом способе а потом укажу в чем именно отличие вот REST API от Power BI Embedded если говорить о Publish to Web то есть в принципе это самый простой способ но и он соответственно самый как бы сказать не секьюрный вот и не совсем real-time то есть все что необходимо для того чтобы зашарить визуализацию с помощью функций Publish to Web это просто находясь в Power BI портале на определенном репорте выбрать в меню Publish to Web согласиться вычитывать все условия согласиться с условиями нажать Create Embedded Code и получить в итоге ссылку по которой эта визуализация будет доступна пользователю что при этом следует помнить это во-первых что пользователю не нужно будет проходить никакой аутентификации соответственно нужно как сказать из соображений security и безопасности нужно думать что мы шарим то есть если это данные которые не должны быть доступны всем то соответственно этот способ нам не подходит поэтому очень аккуратно надо быть с тем чтобы такие данные шарить через Publish to Web вот второе это то что эти данные они кешируются кешируются это для того чтобы такую визуализацию сделать доступную там одновременно там сотням тысячам пользователей чтобы не было там провисания по performance но с другой стороны отрицательный момент кеширования это то что если мы для данной визуализации сделали какие-то изменения внесли то эти изменения у конечного пользователя это отразятся в среднем течение часа то есть кэш переобновиться в среднем течение часа поэтому перед тем как сделать Publish to Web стоит убедиться что все изменения которые мы хотели для данной визуализации внесены и только после этого ее шарить а иначе будут потом задержки с обновлением вот соответственно нет никакой возможности иметь Live Connection либо Direct Connection к данным только query который может периодически рефрешится и данные данных визуализации по умолчанию обновляются раз в час мы можем влиять на периодичность обновления данных которые закислены визуализации но по умолчанию раз в час вот кроме этого есть ряд ограничений для данного вида шарения визуализации вот во первых таки нельзя шарить те репорты визуализации которые построены на данных в которых используется raw level security такие визуализации не позволят зашарить данные которые построены на базе connection и данных из анализ сервис tabular вот потом те репорты которые были ранее зашарены вам через Power BI вы не можете дальше опять снова шарить вот есть такое ограничение соответственно там есть ограничение по permission и это тоже удобно потому что вы можете части юзеров запретить возможность шарить и соответственно если у пользователя нет permission на то чтобы зашарить визуализацию он ее не сможет зашарить ну и r визуализации которые есть в Power BI они пока что недоступны для этой функции но в будущем будут доступны то есть здесь в принципе все просто то есть визуализации создали линк поделились линком визуализация зашарена но есть limitation вот второй способ это с использованием REST API здесь мы можем наши визуализации встраивать либо в веб-сайты либо в приложение при этом используя iFrame как как в первом так и во втором случае вот здесь для того чтобы нашу визуализацию подготовить для возможности встраивания необходимо пройти 4 таких вот степа сейчас я дальше детально просмотрю то есть нужно зарегистрировать наше приложение получить собственно Power BI report и загрузить report free вот здесь появляются также некоторые ограничения то есть во первых пользователь он должен будет он должен иметь логин на Power BI портале а соответственно когда пользователь захочет поработать с визуализациями которые ему зашарены он будет вынужден пройти авторизацию и с использованием своего логина на Power BI а именно в Azure Active Directory вот это такое неприятное ограничение но в принципе следующий вид там где embedded Power BI он позволяет это обходить но для REST API это обязательно вот в отличие от предыдущей функции от Publish to Web REST API уже позволяет нам шарить и онлайн данные для этого есть вот что необходимо сделать какую последовательность шагов для того чтобы получить визуализацию с real-time данными то есть мы создаем наше приложение выбирая удобную нам язык программирования это может быть как .NET как jQuery вот соответственно мы проходим аутентификацию с Azure Active Directory на базе Authorization Protocol 2.0 вот соответственно мы пушим наши данные в дешборд используя REST API функции и получаем наши визуализации с онлайн данными в принципе последовательность несложная основные моменты это вот авторизация получения этих authentication токенов и вызов соответствующих REST API функций для того чтобы данные запхать в визуализации как происходит вот этот вот первый шаг который здесь у нас был Register Web App with Azure Active Directory для того чтобы сделать это еще вот я не помню точно по татам но когда объявлялась эта тема для презентации то вот этот вот последовательность действий для регистрации приложения получения authentication токенов она выполнялась при помощи командной строки там Microsoft даже создал такое как бы мини приложение на базе батничков или там powershell который позволял это делать более-менее так автоматически но все равно используя командную строку сейчас же появился ресурс который можно найти по адресу dev.powerbi.com.apps и этот ресурс уже позволяет сделать регистрацию приложения более интерактивным проще то есть для тех кто привык работать визуально а не через командную строку стало намного удобнее вот шаги здесь в принципе довольно таки простые то есть все что мы делаем это мы логинимся на Power BI в свой Power BI аккаунт используя учетную запись вот соответственно мы даем имя нашему приложению выбираем тип это у нас сервис сайт web app и вставляем url нашей визуализации взять мы ее можем на Power BI портале вставляем домашнюю страницу если необходим переход на данную страницу выбираем что именно нам необходимо зашарить данной визуализации ну зачастую это все дешборды и нажимаем register app все в результате этих этой последовательности действий мы получим client id и client secret коды и в дальнейшем для того чтобы наше приложение наша визуализация появилась в соответствующем фрейме мы используем эти данные client id и client secret здесь есть пример кода где эти данные можно использовать в принципе последовательность не сложно и выполняется она довольно быстро второй шаг это получить все репорты Power BI все визуализации все дешборды и репорты которые мы создали и зарегистрировали доступны для использования в приложении вот но для того чтобы их получить вот например да чтобы набросать вот такое небольшое приложение которое отображает доступные нам визуализации необходимо что сделать необходимо получить что что за звук у нас кто-то по-моему меня слышно меня все нормально вас с презентации до того чтобы получить доступные репорты мы создаем что необходимо делать нужно получить код авторизации для этого создается коллекция небольшая где указывается тип там client id ресурс и url создается функция для получения собственно этого код авторизации с использованием созданной коллекции вот получаем мы наш код и собственно получаем дешборды то есть в принципе тут ничего сложного я думаю что разобраться здесь не сложно вот соответственно мы получаем доступные нам дешборды и формируем нашу эту табличку которую вы видели вот здесь вот это просто для примера то есть авторизация необходима без нее мы никак не не сможем работать с данными вот и соответственно после того как мы уже получили дешборды мы можем их интегрировать в наш фрейм используя соответствующий до документация по power bi и пи ай доступно на и пи ай или раен так правильно произносится вот принципе как как и любая документация которая доступна через этот ресурс она довольно таки детально все расписано все можно попробовать посмотреть почитать поэтому думаю проблем здесь возникнуть не должно по поводу embedded power bi этот способ поделиться визуализациями как я говорил ранее это уже ажур сервис соответственно здесь появляются как свои плюсы так и свои минусы из плюсов данного сервиса это то что конечному пользователю нет необходимости иметь учетные данные на power bi портале то есть все что делает конечный пользователь он просто логиниться в аппликейшн с которым он работал как как логинился до этого то есть это абсолютно не на стороне пользователя беспокоиться о том как добраться до визуализации до данных этих визуализаций все вопросы с доступом к данным решается уже на стороне приложения то есть приложение регистрируется и получает доступ к визуализациям пользователь же работает просто с приложением также embedded power bi позволяет иметь direct query live connection единственное что для live connection может использовать только azure sql database и azure sql data warehouse это некоторые ограничения но в принципе если не нужен live connection то можно использовать и другие data connection соответственно то что я проговаривал то есть в чем здесь отличие у нас появляется на в ажур портале у нас появляется новый новая коллекция в воркспейсе собственно разработчик работает и обращается уже к данной коллекции соответственно там он получает свои креденши там у него соответствующие permission и прочая прочая информация а конечный пользователь он работает просто с приложением которые обращаются уже к определенной коллекции этого workspace вот поэтому и нового кстати на вопрос в чем же это основное отличие embedded power bi как сервиса от использования rest api как раз вот отличие в том что пользователю не нужно иметь логин и не нужно аутентифицироваться лично на портале чтобы получить доступ к визуализации по поводу стоимости microsoft предоставляет отличную от других поставщиков как бы ценовую политику то есть доступ к данным embedded power bi визуализации стоит всего пять центов за сессию если количество сессии превышает 100 в течение месяц в принципе как бы кажется что совсем совсем немного но с другой стороны если пользователей много и как мы знаем работа зачастую работа пользователей с визуализациями она такая довольно интерактивная то есть пользователь постоянно меняет фильтры он делает там drill down и пытается играться с данными чтобы найти какие-то там зависимости какие-то для себя полезные информации поэтому количество сессий конечно будет очень большое и вот эти вот пять центов для больших компаний для большого количества пользователей они конечно вырастают кругленькие суммы но сам подход в принципе не плохо как по мне дальше это то что касается способов шарик нашей визуализации дальше как обещал пройдусь по тем новшествам нововведением которые появились в power bi за последнее получается у нас где-то полу года может восемь месяцев то есть первое первое добавили разработчики аналитическую панель так называемая то есть теперь для нашей визуализации мы можем добавлять так называемые опорные линии причем эти линии опорно-динамические то есть мы можем определить как минимум максимум как среднее медианное значение и визуализировать его кроме того в режиме превью у нас появилась возможность прогнозирования то есть это те вещи которые для которых ранее приходилось либо там на стороне данных строить какие-то прогнозные значения либо использовать r для того чтобы просчитать какие-то значения в будущем там на основе трендов либо еще чего то то сейчас правда в режиме превью появилась возможность строить прогнозные значения здесь вот на визуализации вы можете видеть что вот то что зеленым это наши реальные данные то что у нас серые области это прогнозные данные то есть анализируя состояние не состояние даже а поведение данных на истории мы можем прогнозировать их поведение в будущем вот и соответственно увидеть предполагаемое значение тоже как по мне штука очень удобно и я честно рядом у других у конкурентов не видел даже в превью подобной реализации как всегда целая куча новых дата коннекторов появилась либо новых либо улучшены были старые то есть у нас появился директ доступ данным импалы и спарка у нас появился коннектор к снова флейку появился коннектор к microsoft динамикс 365 финанс к вижу студия этим сервису к микс панели и даже коли деби хотя до этого microsoft все время что мы их поддерживать не будем моли деби а будет только одессе к ой деби си коннекшен но добавили и коли деби также здесь вы можете видеть что был улучшен веб-коннектор то есть если раньше когда мы брали данные из каких-то веб-страниц то эти данные мы отображались у нас просто в виде перечня таблицы не очень было они для того чтобы понять какая таблица какие данные все содержит необходимо было заходить пытаться анализирую что это данное за данные сейчас это становится интуитивно понятно то есть отображается полностью страница с которой мы хотим взять данные и видно что как какой из дата сорса будет содержать данные из какой таблицы в области то есть стало намного удобнее дальше дальше ну и пикс панел еще добрался улучшили дата слайсер это то чего не хватало как по мне то есть работа с дименшинами даты и времени были было довольно таки неудобно и как по мне проигрывал сейчас же дата слайсер улучшен то есть мы можем уже работать как с промежутками значений можем брать данные за какой-то период до начала периода после то есть удобный календарь появился и этот слайсер не загромождает нам пространство на нашем дешборде довольно удобный действительно так появилась а точнее для допустим для матриц появилась а для таблиц улучшилась условное форматирование они его немножко расширили добавили разных добавили новых возможно если раньше у нас было только минимальное максимальное значение сейчас добавили значение серединные то есть позволяют грубо разу разукрашивать наши данные принципе тоже удобно и если эти конкурентах то на таких системах как например там лукер или зум дата все эти штуки необходимо делать вручную на уровне форматирования уже там html страни до html кода где мы отображаем эти данные то здесь в принципе это удобно это делается просто настройками среде и и работает дальше вот еще интересная штука она пока что в превью ну что она позволяет это нововведение позволяет группировать данные то есть определять кластеры либо группы схожих по значению либо по каким-то атрибутам реквизитам данные я помню у нас вот или два назад на одном из пайсмекеров наши ребята из они презентовали дата сайенс дата сайенс презентовали подобную штуку где мы анализировали данные клиенты клиентов и пытались определить группы схожих клиентов чтобы к ним там относить новые данные так вот в power bi это штука появилась превью делается это автоматически и что самое удобное те группы и кластеры которая система может определять на данных мы можем себе сохранять и дальше работать с этими группами соответственно определив один раз кластер мы можем их определять дальнейшем но и например взяли мы набор данных да как на данном примере на базе этого набора определили пять кластер то дальше мы можем в визуализациях проваливаться внутрь например кластера 3 и соответственно все данные наших визуализаций присутствующих на этом дэшборде будут интерактивно также отфильтроваться в соответствии с данными попавшими в кластер реально удобно пока что в превью поэтому я думаю мы не можем рекомендовать использовать в приложениях продакшен но интересно дальше дальше было добавлено javascript api вот он позволяет управлять отчетами то есть так же самое встраивать конфигурировать добавлять панели для фильтрации данных позволяет также автоматически отображать данные одних отчетов на основе данных выбранных других то есть принципе то же что и рест api но только на javascript я честно говоря не пользовался именно такая штука есть работа со стримами тоже немножко улучшили работу со стримами добавили сюда папна также чтобы работать со стримами здесь необходимо описать те данные типы данных которые мы ожидаем получить в стриме описать соответствующий формат джессона в котором эти данные будут приходить вот и соответственно получить url который необходимо использовать для того чтобы эти данные запихивать нашей визуализации тут так же была улучшена работа с ними добавили также еще новый тип карт это arc гис карты они в каких-то у них тот также есть свои плюсы и минусы то есть какие-то части здесь детализированные прорисованы лучше какие-то хуже во всяком случае уже появляется возможность выбора между картами потому что раньше была только одна карта это было open source и не помню точно как она называлась но сейчас он добавил еще arc гис добавили правда пока что в превью возможность просмотра визуализации подготовки визуализации для просмотра на мобильном приложении на мобильных телефонах либо планшетах если раньше мы создавали репорт потом открывали его в телефоне либо планшете смотрели насколько там наши визуализации правильно подображаются помещаются или нет то сейчас это не нужно сейчас можно перейти в соответствующий view изменить layout и посмотреть наши визуализации будут выглядеть на том или ином устройстве тоже удобно и но пока что до добавили в редактор запросов добавили возможность просмотра зависимости между нашими данными тоже очень удобная штука потому что наши данные могут приходить не только из классических дата сорсов не только там из баз данных из хранилищ они могут приходить из веба они могут приходить у нас из стримов из excel файлов из чего угодно и соответственно такая визуализация очень четко позволяет понять откуда наши данные вообще появляются какие между ними связи вот и соответственно я рекомендую использовать и это уже не в превью это полностью в последней версии обновить и повергай будет доступна также в появилась возможность использовать параметры типа таблицы если раньше для использования инвок функция диалога мы могли использовать только параметры там с типом число дата строка сейчас мы можем передавать уже и параметры типа таблицы да еще появился нас jira connection полноценный коннектор к данным jira ну и с возможностью соответственно визуализировать и данные которые доступны я думаю так как у нас в компании jira используется довольно активно то возможно будет интересно кому-то попробовать поиграться повизуализировать данные своего проекта либо команды тоже рекомендую появился экспорт в powerpoint также пока что в превью я пробовал действительно экспортирует классно те визуализации которые экспортируются в powerpoint они действительно высокого разрешения и они не интерактивны это грубо говоря как скриншоты наших данных но быстро подготовить презентацию просто отлично уже в превью также появилась возможность доступа и работы с данными ажур анализ сервис ажур анализ сервис это аналог microsoft анализ сервиса который существует уже давно но теперь теперь он появился в ажур смысл и принцип его работы в принципе такой же самый то есть мы можем использовать как классический mdx таки так как языки описывающие эти данные которые мы имеем в кубе либо там наши табулар модели вот соответственно мы туда можем иметь direct query и то есть live connection и визуализировать данные на лету а соответственно источниками данных для ажур анализ сервис могут быть как данные клауда так и данные он прайм в принципе это аналог полноценный аналог анализ сервиса но в ажур что еще да ну я думаю вы знаете что power bi он и начиная с версии microsoft reporting service 2016 power bi интегрирован как часть reporting service тем самым он значительно расширил возможности reporting service и сделаю его так сказать конкурентоспособным что еще интересного из того что мне понравилось вот из последних нововведений например дизайнер для инфографики что он позволяет дед он позволяет визуализировать наши данные используя вот кастомные шейпы то есть картинки вы можете видеть здесь в качестве примера была выбрана бутылка да где мы можем визуализировать наши данные в виде наполненных либо не наполненных бутылок соответственно мы определяем зависимости от каких значений у нас будет отображаться там каким цветом будет отображать это наполнение так далее мы можем выбрать как уже предподготовленное виде виды этих изображений шейпов так и загружать туда собственное тем самым расширяя возможности до бесконечности то есть мы можем туда не заводить не только бутылки ну что угодно вот здесь на примере вот показаны примеры визуализации в виде таких вот как бы открытых лэптопчиков да также вы можете видеть что там могут быть всякие поросяток книжки что угодно действительно классно действительно такой штуки я не видел ни у кого из основных конкурентов power bi microsoft и тоже можно поиграться попробовать я думаю во всяком случае в качестве презентации когда мы там пытаемся привлечь новых клиентов и так далее выглядит оно классно я не знаю как оно там вот появились новые визуализации например ну визуализации как вы знаете пользователи может могут создавать самостоятельно под power bi вот и соответственно выкладывать в коллекцию визуализации я периодически просматриваю вот из последних мне понравилась вот такая вот 3d пирамида которая позволяет визуализировать она также как и все чат визуализации чарты интерактивно то есть выбирая определенную область или часть значения этой пирамиды у нас соответственно данные будут также перерисовываться и понравился вот такой вот тахометр тоже позволяет уже не в виде классического круга либо этого бублика пончика визуализировать а видеть такого вот тахометра так что еще еще развивается активно на гитхабе тула которая позволяет создавать вот эти вот прекрасные визуализации которые люди создают и выкладывают если раньше каждый разрабатывал используя удобный ему инструмент тот который он знает то сейчас он появился именно инструмент заточенный под визуализации под power bi он позволяет проводить дебаг то есть анализировать ошибки которые у нас могут возникать мы сразу же можем видеть как наши визуализации вид отображается как они взаимодействуют с другими визуализациями на дешборде то есть реально удобно поэтому рекомендую подписаться на этот ресурс а и что еще что еще но и соответственно вот февральский гаркнер и как мы видим он как раз отображает очень хорошо и наглядно как позитивно влияет на позиции майкрософта вот эти вот эта работа которую которую макрософт пробует все вот эти вот нововведения все эти постоянные апдейты постоянно какие-то новые фичи новые возможности как мы видим по февральскому гард нару майкрософт у нас находится в лидерах и в дабло конечно здесь вот этот вот кружочек майкрософт это не только power bi это как бы full стек то есть это и тот же самый share point и анализ сервис и сам собственно сикл сервис то есть это весь инструментарий который позволяет строить полноценный но все равно приятно видеть такую картину что в принципе если мы сравним тот же самый гартнер с годичной давности где у нас майкрософт был в самом левом нижнем уголке данного квадрата то сейчас конечно продвижение видим существенные вот в принципе это все что я хотел сегодня рассказать если есть вопросы